Кто-то впадал в панику, а кто-то, наоборот, обретал бесстрашие. Более перспективным оказалось использование специальных аппаратов, которые генерировали излучение и звуковые волны определенной частоты. Давно замечено и подтверждено научными исследованиями, что инфразвуковые волны, они могут вызвать у человека чувство страха, подавливанности и весь спектр негативных эмоций. И есть и другие излучения, которые мы не воспринимаем на уровне сознания, но именно они могут превратить человека практически в послушную марионетку. В рамках проекта МК Ультра удалось разработать несколько образцовых психотронных излучателей, каждый из которых мог превратить в зомби тысячи человек. Однако испытать эти излучатели в боевых условиях не удалось. Конгресс США начал расследование деятельности проекта МК Ультра. И когда выяснились факты испытания психотронного оружия на людях, проект был закрыт. В Соединенных Штатах Америки порядка 2000 законов, около 2000, точнее 1800 законов и подзаконных актов, регламентирующих как раз использование несознаваемых воздействий, в первую очередь в рекламе и в политической деятельности. У нас, еще раз говорю, в России таких законов практически нет, к сожалению. Они должны быть. То есть люди у нас не защищены. По мнению Елены Русалкиной, каждый из нас может подвергнуться психологическому воздействию, стоит только включить телевизор или выйти при помощи компьютера в интернет. В обычное изображение внедряется скрытое послание, воздействующее на подсознание. Это послание может состоять из специальных надписей, символов или рисунков. Однако здесь речь идет не только об известном всем 25-м кадре. Современная технология зомбирования намного сложнее. Чтобы выявить скрытое изображение, недостаточно просто просмотреть необходимый отрезок видеозаписи. Нужен специальный алгоритм, позволяющий зафиксировать тайное послание. Для поиска скрытых изображений в Московском центре информационно-психологической безопасности разработали специальный прибор, который выглядит как обычный ноутбук. При использовании этого аппарата можно найти скрытые изображения даже в детских мультиках. Японских детей попали в госпитали с приступами эпилепсии после просмотра мультфильма «Карманные монстры». Нам стало интересно, потому что были сообщения о том, что в этом мультфильме присутствовали неосознаваемые изображения бога Шивы и Сёкуа Сахары. Привезли нам в Батакам цифровую запись из Японии, и мы просто дома декодировали. Там не было изображения ни Сёкуа Сахары, ни бога Шивы, но то, что там было, это иероглиф. Этот иероглиф был своеобразным ключом к человеческому подсознанию. Он повышал внушаемость телезрителя, постепенно превращая его в настоящего зомби. Тайные послания присутствуют не только в видеоизображении. Нередко музыка тоже содержит тайный код. То, что вы сейчас видите на мониторе ноутбука – это кодированный файл. То есть здесь речь кодирована в музыку. Такие варианты тоже возможны. Сейчас мы с вами послушаем. Здесь музыка местами, она как бы немножко подпорченная. Это чрезвычайно сложный способ такой кодирования. Скрытым посланием оказался звук ударов человеческого сердца. Его ритм был подобран таким образом, что, слушая музыку, человек может испытать чувство счастья и даже эйфории. Применяя эту технологию, можно даже самую скучную мелодию превратить в настоящий шлягер, который будет сводить с ума миллионы фанатов. По мнению Елены Русалкиной, скрытые послания появляются также на интернет-сайтах и могут распространяться при помощи электронной почты, словно вируса. О том, что интернет уже в ближайшее время может превратиться в страшное оружие, говорят многие видные российские ученые. Через несколько лет появятся способы с помощью интернета, с помощью новых поколений компьютера убивать миллионами людей, сносить с лица земли целые города. До последнего времени скрытые видео или аудиопослания фиксировались только в зарубежных программах. К сожалению, не так давно ситуация изменилась. Лет 10 назад это нам попалась какая-то видеокассета еще тогда на даче. Мы с мужем смотрели. Ну, поскольку класс наметанный, что-то вот такое не то. Ну, это очень так топорненько. Но присутствовал 25-й кадр. Это была реклама покупать фильмы вот этой фирмы или компаний, я уж не помню какой. Елена Русалкина считает, что на смену этому довольно примитивному способу манипуляции человеческим сознанием уже в ближайшее время придут более изощренные и опасные методы. Управлять можно не только одним человеком, поведением его и его состоянием, но и группой, и массами людей. Это вполне реально, к сожалению. Специалисты уверены, если в ближайшее время мы не научимся защищаться от подобных воздействий, то постепенно все мы превратимся в послушных марионеток. Редактор субтитров А.Семкин